Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Вика, и я очень рада видеть вас у себя на канале. В сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами своими находками в белорусской косметике, а именно в марке Luxe Visage. Не так давно мною были приобретены некоторые продукты данной марки, и забегая вперед, я хочу сказать, что ими осталось на 100% довольно. Я считаю, что это одни из самых лучших продуктов в своем сегменте, и поэтому решила, что вы тоже должны о них узнать. В сегодняшнем видео я поделюсь своим отзывом и, конечно же, покажу свочи на следующие продукты. Первое — это недавняя новинка Luxe Visage — матовые стойкие тинты. Вышли они в шести оттенках, и я, конечно же, приобрела себе все шесть. Следующие два продукта для губ — это тоже, на самом деле, довольно популярный продукт. Это масло-бальзам Miracle Care. Я себе взяла в двух оттенках, и, конечно же, среди этих оттенков есть самый популярный среди блогеров и любителей косметики. Ну и еще одним моим приятным открытием были вот такие вот румяна. Silk Dream называется линейка. Тоже взяла себе в двух оттенках — 02 и 04. Если вам интересно поподробнее познакомиться с данными продуктами и узнать мое мнение о них, и также посмотреть, конечно же, свочи, то оставайтесь со мной. Итак, друзья, начать я, конечно же, хочу с теней. Повторюсь, это матовые, кремовые, устойчивые тени. Производитель заявляет, что они влагостойкие, водостойкие и держатся на веках 12 часов. Я не могла пройти мимо данной новинки, потому что я являюсь большим поклонником подобной линейки теней. До этого Luxe Visage выпускал сияющую линейку теней под названием Metal Hype. Я себе тоже брала, и у меня есть в коллекции кое-какие оттенки. Конечно, не все, но самые такие подходящие себе я приобрела. Но когда я увидела вот этот вот набор прекраснейших, спокойных, пастельных, матовых текстур, я не могла пройти мимо. Сначала небольшая характеристика этих теней общая, и потом я познакомлю поближе с каждым оттенком. Повторюсь, их в коллекции на данный момент шесть. Все они в пастельно-приглушенной такой спокойной гамме. Тени имеют стандартную упаковку, аппликатор. Они довольно жидкие, но при этом довольно неплохо фиксируются на спонжике и довольно удобно наносят. Что касается самой текстуры, самих теней, их поведения на веки и в течение дня, их удобства в работе, идеальней кремовых теней я не встречала. Во-первых, это спокойные нюдовые пастельные оттенки, которых, мне кажется, настолько не хватает в косметическом мире, что большинство визажистов в качестве подложки часто используют губную помаду устойчивую. Все мы знаем прекрасно для того, чтобы продлить стойкость макияжа или добавить ему насыщенности. Неважно, какой он яркий, уж тем более, если он спокойный, визажисты прибегают к такому моменту, что используют устойчивую помаду. Теперь, мне кажется, это делать не надо, потому что появился вот такой прекрасный продукт. Устойчивая помада тоже неплоха, но вот лично для меня она немного тяжеловата на веки, я ее ощущаю, она больше не то что скукоживает, она больше сушит и утяжеляет именно физически мое веко. Этот же продукт наносится тонким слоем, он очень пигментирован, они безумно легко распределяются, они не подчеркивают никакие морщинки, более того, мне кажется, визуально они делают веко более гладким. Легко, просто вот в момент тушуются, и один приятный еще такой пунктик, то что они не сразу застывают, поэтому есть возможность подтушевать. Они не залипают, не оставляют никаких четких границ, просто ведут себя великолепнейшим образом. Их можно дополнительно закрепить и матовыми текстурами, и сияющими текстурами, за счет того, что у них матовый финиш, они не изменят конечный финиш тени, который вы их закрепите. Также их можно носить абсолютно самостоятельно, это действительно устойчивый, влагоотталкивающий продукт. Держатся данные тени на моих веках в один слой буквально целый день, на самом деле они никуда не пропадают, они не залипают в складочки, не скатываются, не размазываются, то есть они ведут себя абсолютно идеально. Также, несмотря на то, что оттенки матовые, они очень хорошо наслаиваются. Единственный момент, перед тем, как наносить второй слой, нужно обязательно дождаться, чтобы первый слой хорошо застыл. И тогда не будет никаких проплешин, прогалов, все будет просто идеальным. Я довольна продуктом на 100%. Единственный минус, на который я обратила внимание, если вы используете данный продукт самостоятельно, без закрепления какими-нибудь сухими текстурами, будьте готовы к тому, что гелевая подводка не так качественно скользит по данному продукту. Либо нужно использовать лайнер, либо жидкую подводку. Ну вот, видимо, вот эта вот такая резиновая текстура, на резиновую текстуру немножечко залипает. Поэтому, может быть, не такая четкая стрелка. Быстренько пробежимся по оттенкам. На первый взгляд кажется, что они все похожи. Да, они похожи, но все равно у каждого есть свой какой-то подтон, и в макияже это заметно. Первый оттенок называется он Cream Beige, оттенок 01. Красивый, такой песочный, наверное, бежевый оттенок, оттенок консилера, как многие могут показаться. И он просто идеальный для выравнивания оттенка век. То есть, если вам нужно просто выровнять оттенок века, нанесете его, и он просто идеально его выровнит. При этом он не будет скатываться и забиваться в морщинке, как консилер. Следующий оттенок 102, называется он Dusty Rose. Это такой оттенок, какой-то такой сушеный и увядший розы. Тоже очень красивый. Вот, смотрите, безумно симпатично выглядит для каких-то, возможно, макияжей в розово-лиловых оттенках. Просто потрясающе. Смотрите, как они идеально наносятся на руку. Они также идеально наносятся на века. Следующий оттенок называется Nude Beige, и он под номером 103. Это прям вот бежевый-бежевый. За таким оттенком гоняются все любители нюдовых помад, потому что многие считают этот оттенок идеальным оттенком нюдовой помады. Вот, посмотрите, по сравнению с 102, он немного более такой серый, что ли. Далее идет оттенок 104 под названием Cool Taupe. Это темный талповый оттенок, который включает в себя и какую-то серинку, и розовинку. Ну, в нашем понимании привычный талповый цвет. Смотрите, он тоже очень классный и потрясающий. Для дневного смоки-айса он просто восхитительный. 105-й оттенок под названием Ash Lilac. Это пепельная сирень. Видите, он более интенсивный, чем 104. Уже более с такой активным сиреневым, с более активным сиреневым потоном. Немного даже в синеву уходящий. И заключительный оттенок с коллекции 106 называется Dusty Mouth. Тоже среди любителей нюдовых помад очень популярный оттенок. Вот он, видите, красивый, такой какой-то лилово-розовый, восхитительные цвета. Мне безумно они нравятся, и я их предпочитаю, конечно, носить без закрепления. Просто наношу на веко и стрелочку, восхитительный макияж на целый день, тем более в летние жаркие дни. Обязательно попробуйте. Я считаю, что вам данный продукт очень понравится. Следующий продукт, о котором я вам хочу рассказать, это Miracle Care масло-бальзам. На него сейчас тоже большой ажиотаж. Многие его покупают и любят. И я вам сказала, что выбрала себе два оттенка. Выбрала оттенки 103 и 104. И вот 103 оттенок, вот этот вот лиловый, является каким-то, я не знаю, популярным, потому что его довольно сложно достать. Его все хотят и считают его из всей коллекции самым-самым. Что ж, я взяла попробовать. И что же я вам хочу сказать после того, как потестировала. Я бы не сказала, что это масло-бальзам. Я бы сказала, что это какой-то блеск-бальзам. Да, данный продукт неплохо увлажняет губы, разглаживает морщинки, создает такое приятное ощущение на губах. И при этом финиш у него сияющий, как после блеска. Что же касается более глубокого питания, как, к примеру, питания маслами, здесь такого я, честно говоря, не заметила. Но меня это ни капельки не беспокоит. Данный продукт я использую исключительно как блеск. Как блеск мне нравится, как он украшает губы, как увлажняет. Да, немного данный продукт липковат, но блески все бывают липкими. Ничего с ними не поделаешь. Итак, 103-й оттенок, повторюсь, такой более лилово-сиреневый. Минимальный оттенок на губах он дает. Больше, наверное, блеск. Вот. Приятный. И второй оттенок, 104-й, это уже персиково-розовый. И он более такой теплый. Мне, конечно же, больше понравился лиловый цвет. Этот сиреневый как раз-таки любимчик многих 103-й оттенок. Но по одной простой причине, что мои губы, они довольно интенсивного, холодного оттенка. И вот этот 104-й, он их слегка выбеливает. А выбеленные губы я на себе как-то не очень вижу. Как блеск бальзам, как приятное средство для придания такого полупрозрачного, милого пастельного оттенка, я бы тоже могла бы порекомендовать этот продукт. Ну и завершить я свой обзор хотела двумя румянами, которые я чисто случайно купила. Вот прям, знаете, грубо говоря, до кучи взяла. И я вообще ни капельки не пожалела, что я их приобрела. Более того, я настолько была расстроена, что почему я о них не знала раньше. Я могу сказать, это одни из самых лучших бюджетных румян, которые у меня есть. Их, по-моему, в коллекции 6 штук. Я для себя выбрала два оттенка. Первое – это тон 0, второй. Это персиково-розовый, просто восхитительнейший цвет. На мой взгляд, очень универсальный и красивый, подходящий большинству. По своей текстуре румяна, они действительно шелковистые. У них средняя пигментация. Они не меловые. Они отлично наслаиваются. Их можно нанести как и более легко с помощью пушистой кисти, так и более плотно. Румяна стойкие. И я считаю, что это, повторюсь, идеальнейшие румяна в сегменте масс-маркет, либо каких-то бюджетных румян. Это оттенок 02 персиковый. Сейчас я вам сводчик сделаю. Вот. Какой просто симпатичнейший оттенок. Они матовый, но с таким шелковистым финишем. И второй оттенок это 04. Это розово-бежевый оттенок, который тоже является, как ни странно, универсальным. И если, например, я не знаю, какие румяны использовать, если у меня нет четкого какого-то холодного макияжа, либо теплого макияжа, я всегда стараюсь использовать вот такие оттенки. Они, на мой взгляд, природные оттенки и подходят тоже большинству. И он более такой, ну правильно, розово-бежевый. Вот он второй. Если их сравнивать, то один потеплее, другой попрохладнее. Обратите внимание, если вы в поисках каких-то бюджетных румян, Luxe Visage Silk Dream, мне кажется, вам понравится. На этом видео я свое буду завершать. Я надеюсь, оно кому-то оказалось полезным. Возможно, кто-то для себя что-то отметил в список своих предстоящих покупок. Если у вас есть данные продукты, обязательно делитесь своими впечатлениями о них в комментариях. Вам огромное спасибо за внимание, спасибо за ваши оценки, за ваши комментарии. Спасибо, что поддерживаете мой канал и подписываетесь на него. Увидимся с вами очень-очень скоро. До новых встреч, пока!